Всем пламя на hello! Меня зовут Мария Батхан, и сегодня это видео специально для чайничков, моих хороших, любимых, беззащитных чайничков, которые путешествуют без английского языка. Поехали! Возможно, это видео не для вас, возможно, вы просто должны послать его своим родственникам или друзьям, которые не бум-бум в английском языке и надеются, что если они купили разговорник, то они вполне смогут путешествовать. Не надо путешествовать с разговорником. Если вы красиво сказали фразу, не факт, что вы поймете, что вам на нее ответят. Самое важное, вы из этого потока речи должны выхватить нужные слова, за которые вы зацепитесь, и улетите туда, куда вы планировали. Сегодняшняя тема – аэропорт. Итак, ваша задача – сдать свои сумки в багаж и лишнее не зачекинить, потому что кое-что вы все-таки хотите взять с собой на борт. Итак, два слова – baggage и luggage. И то, и другое правильно, и это значит багаж. Чуть-чуть британское luggage, американское baggage, но это понятно – baggage, 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 американцы. А luggage, luggage – это, конечно же, британцы. На стойке регистрации, скорее всего, вас спросят – are you checking in your baggage? Вы хотите зачекинить свой baggage? Короче, хотите сдать его в багаж? Все, вы услышали – check-in, все, check-in. Check-in – это значит все, зачекинить, отправить в самолет. Дальше слово baggage или luggage. Поставили свой чемодан на ленту. Здесь вас может ждать сюрприз. Вдруг вам скажут такое слово, которое вообще неприличной женщине говорить. Overweight – это значит полный, значит больше веса, чем положено. Ну, перегруз, короче, да? Перегруз. Здесь вы задаете один четкий вопрос. Важно узнать цену за один килограмм, потому что кое-что все-таки можно растаскать в ручную кладь. Я, конечно, могу вас научить какой-нибудь красивой фразочки, типа Это значит, какая стоимость каждого лишнего килограмма. Но вдруг она подумает, что вы знаете английский и что-нибудь скажет красивое, и вы опять не поймете. Четко вопрос. How much is one kilo? Все. Теперь подходим к ручной кладе. Ручная кладь – это hand luggage или carry-on. Я голосую за hand luggage. Это логично, да? Hand – это рука, luggage – это багаж. Ручной багаж, ручная кладь. Там тоже есть ограничения по весу, но здесь важно сделать счастливое лицо, и как будто бы ваш рюкзак не весит 500 килограмм. Все нормально. Возможно, вам повезет, и вам предложат выбрать местечко. У вас есть три варианта. Первое. Можно ли мне место у окна? Если вы любите бегать в туалет, то вы скажете Обратите внимание, как пишется это слово. Вообще на aisle не похоже. Запоминаем так. Вот она проезжает мимо вас со своей тележкой и постоянно бьет по коленке. И вы такие aisle, aisle, aisle – это проход. And a aisle seat – место у прохода. Ну, а если вы человек вообще без амбиции, то попросите middle seat. Can I have a middle seat? Ну, ладно. Хочешь middle seat – бери. Кто вообще просит middle seat? Типа место в серединке. Middle – середина. И вот вы получаете свой boarding pass. Это посадочный талон. Здесь я советую вам задать один очень важный вопрос. Если у вас не прямой перелет, а с пересадкой, кстати, прямой – это direct flight, а с пересадкой – это connecting flight. Where do I pick up my luggage? Или where do I get my baggage? Где я получаю свой багаж? Это важно, потому что если у вас стыковочный рейс, возможно, вам придется регистрировать ваш багаж заново. Вот ваша конечная точка – это final destination. Но лучше уточните. Where do I pick up my luggage? И она должна назвать город, в который вы пребываете по итогу. Если нет, то уточните еще раз. Do I need to check in my luggage again? Я должна, типа, свой багаж заново чекинить? Да, ответит она, и тогда вы не забудете, что при пересадке вы должны получить свой багаж и заново его зарегистрировать. Терпеть это не могу, но иногда авиакомпании так шалят. Все. Have a good flight. Хорошего вам полета. Но лучше посмотрите на всякий случай еще одну часть английский для чайников. Окей? Я оставлю ссылку внизу. Всем пока. Не забудьте лайк, подписк, все дела. Bye-bye. Теперь пришли к ручной клади. Клади. А, клади, да, все правильно. Ручная кладь. Как будто бы ручная ладь, правильно. А, клади.